Уважаемые коллеги, добрый день еще раз. Действительно, рак молочной железы, большая проблема и абсолютно точно лидирующая локализация и по заболеваемости, и по смертности. Мы знаем, что среди женского населения это одна из частых локализаций опухоли. Действительно, группа наиболее благополучная, это группа чувствительной гормональной терапии, потому что есть дополнительная возможность использовать не только лекарственное, чистое химиотерапевтическое лечение, а еще и точки приложения гормональной терапии во всех ее вариантах, которые в настоящий момент существуют. И именно эта группа чувствительная гормональная терапия, она наиболее крупная среди всех пациенток, страдающих опухолем молочной железы. В этой группе можно добиваться большего эффекта на лечение, но даже при таком, кажущемся, более благоприятном течении болезни, к сожалению, формируется и резистентность, она вызвана целой серией проблем. И именно при формировании вот этих трудностей в лечении устойчивости к гормональной терапии, формируется прогрессия болезни и не достигаются те результаты, на которые рассчитывают и пациенты, и доктора. Поэтому, именно поэтому, хочется и возлагается надежда на иммунотерапию, надежда именно на излечение. Опять же, получение вот тех положительных результатов, которые мы видим при множестве других заболеваний, подтолкнули ряд авторов к проведению небольшого количества исследований. Можно сказать, что из имеющихся препаратов, которые есть в настоящее время в рутинной практике, далеко не все исследовались при гормоноположительном прогрессирующем раке молочной железы. Основа для этого в том числе и низкая иммунологическая нагрузка рака молочной железы. Нередко именно поэтому далеко не всегда опухоль реагирует так активно, как многие другие локализации, где вероятность ответа потенциально она значительно выше. Здесь представлены данные небольшого исследования, исследования опубликованных в 2018 году. Обратите внимание, группа всего 44 пациента. Это пациенты, которые прогрессируют при гормоноположительном раке молочной железы. Эти пациенты получали комбинацию эрибулина и пембролизумаба. Количественная польза наблюдалась примерно у 25 больных из 44. Это практически 57%. Общий ответ был у 18 больных. Медианная выживаемость без прогрессирования была 6 месяцев. И общая выживаемость, одногодичная, составила почти 56%. Авторы этого наблюдения сделали вывод о том, что пембролизумаб обладал очень умеренной активностью при использовании у пациентов в данной категории больных. Но они заметили, что у ряда больных этот ответ был более продолжительный. Еще одно наблюдение, оно было опубликовано также в 2018 году. Группа порядка 261 пациента, КИНОД 0,28. Все эти пациенты были с ПИДЛ положительным статусом более 1%. Целью исследования было пронаблюдать этих больных, оценить безопасность противоопухолевого лечения на комбинации с пембролизумабом при метастатическом прогрессирующем раке молочной железы и оценить частоту общего ответа. Медиана наблюдения была 9,7 месяцев, ответила порядка 12% больных в виде частичного ответа. Стабилизация наблюдалась у 16% больных, а медиана продолжительности ответа была примерно 12 месяцев. Выводы в этой программе были таковы, что пембролизумаб хорошо переносился пациентами, но при этом демонстрировал очень скромный ответ. Но также у некоторых пациентов наблюдался более длительный ответ при этом использовании лекарственного препарата. Еще одно наблюдение, это уже 2019 год. Здесь очень ограниченные группы. В программу вошло 16 пациентов, пациенток имеющих трижды негативный рак, и только 14 пациентов, имеющих гормон положительный рак и прогрессирующих на ранее проводимых видах лекарственной терапии. В одном случае пациенты получали капицитабин в традиционном варианте, во втором случае была комбинация капицитабина и пембролизумаба. Первичной и конечной точкой была средняя выживаемость без прогрессирования, частота общего ответа и, конечно же, безопасность у этих пациентов. Опять же, авторы говорят о том, что комбинация с пембролизумабом и капицитабином не улучшила выживаемость без прогрессирования, и ответ был достаточно скромный. У некоторых пациентов наблюдался длительный контроль над заболеванием. И еще одно исследование, это уже из числа поздних наблюдений, авторы опубликовали его в 2021 году, они пытались выявить вот те предикторы, которые могли бы подсказать, в какой клинической ситуации эффективность комбинации химиотерапии и пембролизумаба в этой группе больных была бы выше. Это была группа пациентов 88 случаев. Гормоноположительный рак молочной железы хироотрицательный. Ранее они получали химиотерапию, гормональную терапию, спрогрессировали, вошли в данное наблюдение. Часть пациентов получали эребулин, часть эребулин и пембролизумаб. Но необходимо ответить, что улучшение общей выживаемости на комбинации не отмечено. Но авторы смогли исследовать у 52 пациенток геном и изучали цитокиновую активность. Таким образом, они обратили внимание на то, что иммунная инфильтрация и антигенная презентация отличали реагирующие опухоли, гетерогенность опухоли и передачу сигнала эстрогена, независимо ассоциировались с резистентностью. У пациентов с токсичностью, связанной к иммунотерапии, были более низкие уровни иммуно-регуляторных цитокинов. Если мы говорим о проведении иммунотерапии, особенно в ситуации, где ответ на нее весьма сомнителен, то вот эта обратная сторона лечения и возможность развития иммуноопосредованных нежелательных явлений, она также имеет колоссальное значение. Мы с вами помним, что механизм действия данных групп лекарственных препаратов, он как раз-таки основан с тем, что, во-первых, увеличивается выработка иммуноглобулинов и вырабатывается большее количество цитокинов. Именно они оказывают и противоопухолевый эффект, и в том числе токсическое действие на различные системы органов и тканей. И мы обязательно должны помнить о том, что в настоящий момент все-таки нет точных рекомендаций по коррекции нежелательных явлений, которые выходят за рамки назначения кортикостероидов, как в малых дозах, так и в более крупных дозах. Четких рекомендаций по нюансу выхода на токролимус, энкликсимак, микофенолат. То есть какая клиническая ситуация требует назначения одного либо другого иммунодепрессирующего препарата. Это первый момент. Второй момент – это в начале терапии иммунодепрессирующими препаратами. Есть ли необходимость по аналогии с терапией пациентов, которые получают иммунодепрессанты после трансплантации органов, предварительно выполнять ряд анализов. Это в частности определять наличие вирусов, определять наличие устойчивых бактерий, может быть какую-то другую патологическую флору, когда есть выход на терапию этим препаратами. Насколько активно снижать кортикостероиды. И мы должны помнить о том, что как раз при использовании иммунодепрессии риски развития подобных нежелательных явлений, они все-таки остаются. И вероятность их развития, если она невысока, то активное нежелательное явление, достаточно выраженное, уходящее в третью и более степени, они для пациентов могут быть достаточно сложными. Если мы возьмем за основу информацию из исследований КИНОТ-552, где как раз была группа пациентов, страдающих раком молочной железы, я понимаю, что нельзя экстраполировать данные этого исследования на гормон положительную группу женщин, но все-таки здесь была большая группа пациенток. И обратите внимание, что у 262 больных, это 33,5% были иммуноопосредованные нежелательные явления, а у 101 пациентки это были иммуноопосредованные нежелательные явления третьей и более степени. Все это время уже, Наталья Владимировна. Все, я понимаю, я завершаю. И еще ряд пациентов имели сложные нежелательные явления, в частности, пульмониты, поэтому если мы говорим о обсуждении и возможности использования данных групп препаратов, то в настоящий момент однозначно отсутствуют достоверные преди. Терапин пролизумаб демонстрировал слабый ответ в лечении этой группы пациентов. Риски развития нежелательных явлений сохраняются. И все-таки в этой группе пациентов есть возможность терапии другими альтернативными вариантами, различными режимами монотерапии. У меня все. Продолжение следует... Продолжение следует...